Но, тем не менее, остыдкий язык науэтл был настолько мощный, что до сих пор какие-то слова остаются, и вы употребляете на русском языке. Я уверен, что третье слово будет взрыв мозга, хотя бы это для меня было, потому что это слово я так постоянно использую, а я не знаю, что это значит. Это очень странно, сейчас я вам объясню. Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал KikeMexicanets. И сегодня очень интересное видео. Почему? Потому что я хочу рассказывать пять слов из ацтетского языка, которые вы уже знаете. Наверное, вы не поверите, но вы уже знаете пять слов. Давайте я сейчас немного коротко говорю о ацтетский язык, который мы по-испански называем нагуэтл. Примерно сейчас есть около двух миллионов носителей. Большинство это в Центральной Америке, в Мексике. Могу сказать, что этот язык, к сожалению, не преподается в школах в Мексике. У нас, в принципе, уже испанский язык. Как вы знаете, в шестнадцатом веке, когда приехали испанцы, тогда наш язык, ацетский, нагуэтл, нагуа, поменялся на испанский, сейчас официальный язык, испанский язык. Но тем не менее, ацетский язык, нагуэтл, был настолько мощный, что до сих пор какие-то слова остаются, и вы употребляете на русском языке. И первое слово это шоко ату. На что-то вас напоминает шоко ату? Шоко это кислое, и ату это вода. Значит, что кислая вода это шоколад, шоко ату. Понятно, что со временем немного изменяется слово, но происхождение это и знало тут, ацетский язык. А вы это знали? Или напишите в комментариях, откуда вы думали, что происхождение этого слова. Второе слово, мир очень тесен, и будет какао. Как вы думаете, они все связаны? Конечно, это будет какао. Тоже это растение, которое в Центральной Америке находим. Какао тоже происхождение из ацетского языка. Прикольно, да? Я уверен, что третье слово будет взрыв мозга, хотя бы это для меня было, потому что это слово я так постоянно использую, а я не знаю, что это значит. Это очень странно, сейчас я вам объясню. Это будет авокадо. На испанском языке авокадо это сейчас ауакате, ауакате. И понятно, авокадо на испанском уже перешел как ауакате, и авокадо это как авокадо, авокейро. Уже понятно, немного есть информация слов, но происхождение это из ацетского языка, авокадо. Вы знаете, что это значит по-астетски? Это будет яички. А почему? Здесь очень интересная и целая история. Ацетский очень умный. Почему? Потому что обычно вот авокадо, он всегда растет в паром. И когда говорю в паром и форма, очень похож. И поэтому они просто не сломали мозг думать, как будем это называть. И они сказали, о, это похоже на яички, давай так и оставим. Яички. Ну и теперь, когда вы говорите слово, теперь будете с нас, что это значит, если действительно похож. И, кстати, пишите, авокадо это фрукт или овощ? И мне очень интересно ваше внимание. Конечно, я помню, вот здесь, когда я попробовал авокадо, они такие твердые, но по сути в Мексике они мягенькие, поэтому, наверное, в Мексике имеет больше смысла этот перевод. И продолжаем эта логика. У нас есть слово авокамоли. 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 Вы прекрасно знаете. И моли по-астетски язык это соус. То есть соус из авокадо. Да, соус из авокадо. И, понятно, очень интересно. Вы даже на русском языке в меню включаете слово вакамоли. Это прекрасно и очень вкусно. Кстати, я вам советую, пока вы смотрите кино или когда есть какие-то переговоры с друзьями, вакамоли с начосом это прекрасно. Это как наши каламары или семечки с пивом. У нас можно пиво с вакамоли. Прекрасно. И наше последнее слово это томатль. Если вы помните шокуатль, что значит атль? Это сейчас у нас будет тест по-астетский язык. Атль это вода. Да. Томатль на что-то напоминает. Томатль. Томатль. Понятно. Томаты по-испански. Я знаю, что в России больше употребляют слово помидор. Но я знаю, что тоже какие-то продукты типа томатный соус, томат, томатный сок. Поэтому у вас тоже есть слово томат и слово помидор. Кстати, я не очень хорошо разбираюсь, когда употреблять томат или помидор. Если вы знаете, как определить, то уже пишите, потому что я заметил, что когда на рынке обычно всегда помидор, а сок это томат. Помидорный сок. Мне кажется, нет, томатный сок. Интересно, вы об этом задумали? Пишите тоже в комментариях. И мы вернемся с значения томатль. Это значит толстая вода. Наверное, я не знаю, если они думали, что это как большая капля воды, поэтому толстая вода. Но очень прикольно, что тоже до сих пор слово томатль из астетского языка говорят практически всему мира. И все понимают это слово. Но не все знали, что это из астетский язык. Ну и мои дорогие амигос, пожалуйста, пишите, какое было для вас самое интересное слово. Если вы хотите, что я сделаю продолжение, напишите в комментариях, потому что я знаю еще такие международные слова, которые тоже есть на русском языке. И происхождение это астетский язык. Ну и, кстати, я, наверное, думаю, что скоро открою рубрику в своей футболке, потому что я подготовился. Смотрите, такой астетский мотив. Орли очень любим. Даже вы можете их найти в флаг Мексики, в авиакомпании Мексики, в Аэромехико тоже, потому что орел для нас так наш знак. Поэтому скажите как. И, кстати, еще и здесь из кактуса. Ну и надеюсь, что это видео для вас оказалось полезным. Если вам понравилось, я буду очень рад, если вы можете поделить на ваших соцсетях. Ваша поддержка мне очень важна, очень дорогая. Я вас очень люблю. Берегите себя. И увидимся совсем-совсем скоро. Абьёс, амигос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...